Таки здравствуйте ребята! Шалом вам из Израиля! Шалом на Иврите! Мир и приветствие! Хотел бы с вами поговорить насчет командира на карте дружина. Это очень ответственная и тяжелая роль. Прежде чем будем конкретно смотреть моменты, как ставить точки, как кидать дымы, что делать. Давайте поговорим о какие бывают... Бывают два вида арты. Одна из них отрезающая. Отрезают подкрепление немецкие с РСПА к точке обороны. Или арта, которая зачищает точку. Как бы немцы обороняются, засели там, мы даем арту, зачищаем, закидываем дымами. И заходят наши и зачищают и забирают точки. Командиру очень важно брать четыре дыма. Четыре дыма закидывать полностью точки. Потом на боеприпасах еще можно взять еще два дыма. Я буду показывать это и конкретно, как это делается, что это делается. Очень важно знать и предполагать, как поступит ваш противник. То есть немецкий командир. Что у него в уме и что он должен сделать или он не сделает. Или в каких моментах, что он проиграет. Я буду конкретно объяснять и конкретно показывать. На этом бы я хотел закончить превью, так сказать. И конкретно перейти к делу на карте Дружина. Тут мы можем выбрать командира. И посмотреть, кто занял танк. Как мы появляемся, стандартная арта. Это вот на машину. Вот ставим арту. Точечку. Я тебе показываю. Вот отсюда. Вот у нас три виды. Есть арты. Есть минометы. Есть арта. И есть катюша. Катюша тут не задействована на этой карте. Мы используем арту. У нее очень хороший разброс. И она отрезает от точек А и Б. Немецкие подкрепления. У немцев вот тут вот примерно. И тут у них РЭСПА. И мы их отрезаем. У нее... У арты радиус 50 метров. Разброс. Всего диаметр 100. Радиус 50. Примерно разница минуты. Если никто из вас не тупит. Потому что у наступающих раньше арта. И плюс-минус. У красных получается три арты. У немецких две арты. И вторая арта совпадает примерно на минуту разница. С русской артой. После того, как мы забрали точки А и Б. Мы ставим арту. Вот смотрите. Справа. Справа от Е. Как правило. Красный танк стоит вот тут вот на боеприпасах. Он настреливает вот эту вот часть. Когда немцы потеряли две точки А и Б. У них РЭСПА где-то за Д. Или в этом. В этом районе. Это зависит от того, какая точка упала первая. Если допустим А упала первая. У немцев тут две РЭСПА. Одна немножко за. Одна перед Е. И одна на Д. Если Б. Ну то же самое только на Д. Почему я ставлю между Е и С арту? Потому что у них, во-первых, две точки возрождения. Во-вторых, им нужно оборонять С. Это так называемая отрезающая арта. На Д, как правило, тут стоит танк на боеприпасах. Почему он стоит на боеприпасах? Потому что его убивают бронебойщики. И нужно чиниться как-то. И как бы он обстреливает вот эту вот часть. Вот эту вот зону. Во-вторых, вот на точке А. Там пологий более склон, чем на Б. Тут более крутой склон. И красный вот с этого вот места не видит, что происходит. И немцам легче перейти реку и оборонять точку С. Потому я даю вот сюда вот арту. Когда вот, допустим, забирают С, немецкий командир сразу дает арту. Сразу дает арту. И, как правило, он ставит точку на берег. Он не ставит точку на мост. Он ставит на точку Б. Или на точку А. Чтобы арта задевала респаун. Чтобы люди, которые неопытные, по дороге бежав к точке С, они попадали под эту арту. Это так называемая отрезающая арта. Вместо того, чтобы давать на С... На С... На С арту, которая бы зачистила точку С. Как ставить точку, я показал. Вот сюда вот. Почему... Почему не давать вот такую арту? Допустим, перец. Русские командиры. Когда заезжает наш танк на мост, на боеприпасы, идет перед ним наша арта. И по таймингу получается, что у немцев тоже есть арта. И получается, танк между две арты. Сзади его бьет немецкая арта. И перед ним наша арта. Ему деваться некуда. Он сгорает. Кстати, очень важная вещь. Вот тут вот происходит респаун. При... При том, когда вы забрали А и Б. У вас вот тут вот близко есть боеприпасы. Вы берете... Нажимаете бэкспейс. Он сбрасывает дымовые гранаты. Подбегаете к боеприпасам. Он берет две. Так что вот внизу у нас получается четыре. Четыре. Четыре дымовые гранаты. Постоянно нужно командиру следить за тем, что происходит с танком. Это он может смотреть по килл-чату. Или открывать карту. Открывать карту на букву М. Когда штурмуется точка С, дымы надо кидать слева. Вот так вот. Сейчас. И справа от моста. Вот так вот. Чтобы танк мог спокойно заехать. Чтобы он мог спокойно видеть. Ну вот этот неплохой дым. Ну тут маленькое это. Чтобы он мог спокойно заехать. Чтобы пехота могла спокойно вдоль моста пройти. Чтобы ее не отсекали пулеметы. Так. После того, как мы забрали точку С. У нас получается точка Е и Д. на карте. Вот смотрите. Я даю по Е. Арту. По самому навесу. Мы даже можем видеть навес. Что это нам дает? Тем, что мы ставим точку прямо на Е. Мы зачищаем точку. После того, как мы забрали точку С. Основная масса людей. Вот это. У нас они показаны как синие точки на экране. Основная масса людей бежит на Д. Ее забирать. Ну это 99% основная масса бежит на точку Д. И чтобы им помочь. Чтобы им помочь, вы берете 4 дыма. И забрасываете. Вот. Я взял 4 дыма. В то время, как я дал арту по Е. Зачищающую. Основная масса уже где-то в начале Д становится. Становится не доходя до вот лежачей елки. Допустим, да? Если вам удается пройти все-таки, перейти реку, вас не отрежут пулеметы, не убьют никто. Подходите примерно на... Вот в этот окоп. Отсюда вот кидаете. Раз. Два. В зону. Второй дым плохо получился. Немножко он разгорается. Вы сможете по... По нему ближе подойти. Закидываете два дыма в зону. Заходите в зону. Смотрите направо или налево. Нету никого. Кидаете слева и справа. Дым. Вот это плохой дым. Надо ближе. Ближе кидать. Плохой дым дал. Закинув шесть дымовых, вы гарантируете твоим солдатам хороший проход на точку. Д. Загорелось у немецкого командира. Он должен давать арту. Потому что если он не дает арту, он теряет точку. Если они потеряли точку, то вторая точка не заставит себя ждать. Она упадет. Если он... Смотрите. Если он дал арту, отрезает АД. Да, он убьет людей, которые побежали на Д. Но в то же время, когда он вызвал арту на Д, мы же вызвали на точку Е арту зачищающую. Значит там никого нету. Мы говорим в голосовой час, что мы идем на Е. Берем четыре дыма, как я показывал. Берем четыре дыма. Пытаемся пройти. Точно так же есть право и слева боеприпасы на возрождение. Лучше откинуть два. Вот так. Вот так. Подальше два дыма. Допустим с этой елки. В зону. Подождать немножко, чтобы они разгорелись. Потом закинуть еще два. Прямо в зону. На Е, кстати, не видная зона. Зайти на боеприпасы, осмотреться слева-справа. Нету никого кинуть дым. Слева и справа. От зоны. После того, как мы забираем Е, в этой части карты продавить левый и правый фланг. Если, допустим, штурмуем Д, и мы продавили левый фланг, допустим, да, и немец дал арту, она не поможет. Если людей отсюда не выбить, вот с этой части карты, если их не выбить, Д рано или поздно упадет. Потому что они будут отрезать людей, которые будут бежать, допустим, с точки F, там, где у них возрождение, на точку D. 4 демо. Так. Вот, мы на рации, за танком. Ставим точку на за. Вот, вот точка, если вам нужно зачистить. Если мы забрали точку Е, Е, то, как бы, нелогично будет давать арту по D, чтобы ее зачистить. Нужно немцев отрезать от нее, чтобы мы могли подойти к ней и, ну, как бы, чтобы мы хотя бы к ней могли подойти и забрать ее. Давайте я вот покажу вам. Вот, справа. Вот, если смотрите, вот от моста, вот деревья, вот справа. Вот, я вызвал арту. Арта, арта не цепляет. Арта не цепляет, если ты под навесом стоишь. Сейчас я продемонстрирую это. Закину четыре дыма. Вот. Я вот артой, и осталось три залпа. Я с уверенностью могу вот подойти сюда. Взять боеприпасы и закинуть еще дым. Я совершенно не боюсь. Она не убивает. Она идет очень близко. К ней 27 метров, но она не убивает. Пока есть силы, будем сражаться. Драк получил за то, что уступил на русскую землю. Все. Мы забрали точку. Сейчас, сейчас такая ситуация, что у меня рация очень далеко, только здесь. За штурмовать F и G. По идее, нам нужно поставить точку за G на боеприпасы. Если вы командуете и люди вас слушают, вы можете прямо по G, по зданию поставить точку. Но если они вас не слушаются, лучше поставить за здание, чтобы вас не выкинуло нахер. Так, за мной. Так. Надо сказать в общий чат, что на F нужно наступать. На G, чтобы никто не шел. Пускай G занимается танк. Там хорошие окна, можно простреливать. Очень важный пункт. Когда вы говорите своим бойцам атаковать F, вы должны не забывать, что между точками есть развалины. Развалины, они очень опасны для пехоты наступающей. Потому что пулеметчик, который лежит здесь, он вот здесь или там под забором. Он, у него обзор очень хороший, он соберет всю пехоту, которую вы направляете на вот этой точке. На эту точку. Потому эти места нужно дымить. Дымить не себя, а пулеметы. Давайте договоримся так, что мы дымим пулеметы, а не себя. Если пулеметы здесь лежат, то им под нос кидаем. Дымить дымовые, а не мы находимся в дымовых. Такой раскидки хватит, чтобы зайти. Допустим, вот отсюда пулемет вообще ничего не видит. Тут тем более. Ему или менять позиции нужно, или что-то. Или искать новые фраги, или идти на F. Ему нужно что-то придумывать. Вот за это время мы заходим. Так, точка на G. На боеприпасы. Самое лучшее. У нее разброс, она убирает вот эти окна. Она отрезает полностью здание G. Немцы могут находиться только вот в этих окнах. Их должен простреливать танк. Значит, за минуту вы бежите уже до рации. Так. Вот танк. Вот рация. Вот точка перед G стоит. Мне нужно ее поставить зад же на боеприпасы. Как я это делаю? Вот на T нажимаете. Вы проверяете, где эта точка. Вот здание. Надо немножко правее здание. Вот я поставил за G примерно на боеприпасы. Можете запомнить. Просить точки? Не знаю. Арта идет по G. И мы всей командой забрали F. Ребята. Почему мы начинаем с точки F? Потому что немецкий командир ставит прямо перед G точку. Допустим, на вот это вот дерево. И вся команда, которая наступает на G, ее сносит. Просто сносит артой. Мы всей командой забираем F. Забрали F. Да? Теперь нам нужно атаковать G. Как... Как... Как атаковать G? Если... Если немец дал перед G арту, уже... Ну, уже... Уже понятно, что... Туда можно идти уверенно и забирать ее. Если нет, то, как бы, вы можете сказать ребятам, что... Будет арта, нам нужно сделать, чтобы точка замигала. И тут же немецкий командир даст арту. Чтобы больших потерь не это... Чтобы больших потерь не получить. Ну, как бы, вы говорите заранее людям, что... После того, как начнется арта, туда не бежать. Как дымить точку G? Надо дымить слева и справа от точки G. Не перед... Не перед G. Потому что вы закрываете этим себе обзор. И закрываете обзор танку. Примерно вот так. Чем больше дыма, тем лучше. Вот. Тут есть просвет. Нужно еще кидать дальше дым. Когда мы забрали эти точки... Самое главное сначала зачистить развалины. Развалины. Дом перед I. Вот этот. Вот этот. Отсюда очень хороший обзор вот. С... На дом за I. Со второго этажа, с первого этажа. Очень удобно. Очень удобный дом стоит. На I категорически, категорически запрещено дымить. Потому что немцы заходят в этот дым и убивают вас. Очень легко. Заходите на I. Забираете его потихонечку. Потом... Вот сюда вот заходите. Отрезаете от точки H. Вот здание. Это точка H. Отрезаете подходы немецкие. Первый забираете точку I. Потом H. Потому что через I можно отрезать H. Может получиться по-другому. Ничего страшного. Так. Насчет арты. Во-вторых. Следить за флангами. Потому что вот там вот пулеметы любят садиться. Там вот пулеметы. Так. Вы заблагополучно забрали F и G. И как назло, арта подошла. И немецкий командир дал по G арту. Делать нечего. Вы ставите точку вот так вот. Вот. За H. Ну, допустим. Да. За H. Вот так вот. За столб на это здание. У немцев примерно на K. И на ZJ. Респа. И они бегут вот так вот. Через вот это вот. Тут вот есть по центру здание. Через них. И через K. Через здание тоже. Там тоже цепляет арта. Так что это, когда еще Ай не забрали. Когда они отрезают отсюда с боеприпасов H. Это самый хороший вариант. И все. И побежали на Респу. Давать арту. Арта идет примерно минуту 20. Вам бежать туда минуту. Так что вы выиграли 20 секунд. Можете там кинуть себе гранату. И возродиться здесь. Респа быстрая. Потому что мы атакуем. Хорошо. Разобрали I и H. Забрали их. Такая фишечка есть. Допустим. Вы командир отделения. Раздым. Поближе и подальше. Дымочек. Ждете пока разгорится. И вот так. Под этот дым. Вдоль. Вдоль здания. Этот плохой дым. Вдоль здания заходите. Им сзади. И расстреливаете их. Потом есть фишка. С забитыми окнами. Когда мы забрали H и I. У нас остается J и K. Тут будет у нас возрождение. С возрождения вот. На угол дома. Мы ставим точку. У немцев на Ур. Возрождение. И K. Это здание. В здании с очень толстой крышей. И на ней пробивается. Джей должен становиться здесь. Здесь танк и простреливать арку. Он не давать немцам выйти. Тут можно в любое время по таймингу, как у вас появилась арта, давать арту. Потом очень важно при этих точках, при штурме этих точек, занять центр. Вот так называемый. Вот тут вот. Сейчас я покажу, где он. Допустим, если у вас танк не простреливает центр, можно так задымить. И пройти вот в центр. Вот это центр. Отсюда очень хороший обзор на K. Ой, на J. Вот. Вы видите эту арку. Вторую арку. Отсюда вы видите разваленный дом. Потом вот это вот здание. Это здание вообще все контролирует. Подход, подход, подход K. Разваленный дом. То же самое. Если вы занимаете центр, эти две точки падают очень быстро. У нас осталось три точки. M, UR и N. Чтобы отрезать от UR и M артой, вы ставите за мост, ближе к боеприпасам. Можно справее поставить. Это не так уж важно. Потому что у немцев есть распай слева и справа от здания. Вот. Вот. Правее. Но я люблю вот сюда вот, как я первый раз поставил. Ставить. Арту. Когда упадут N и UR, ни в коем случае не давайте арту арту, потому что у нее очень большой разброс. Остаются минометы. У них разброс меньше, но кучность больше. Спасибо всем, кто смотрел и досмотрел до конца. Я хочу видеть на этом видео 40 лайков. И это будет меня монтировировать следующее видео. Следующее видео я буду делать про танк. И всем спасибо. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Вот мы видим немца. И у командиров отделение, у командира. И у танка есть такая фишка, как F. Она помечает противника. Вот. Вот видите? Ничего не видно. Вот я помечаю. Я вижу. Я могу убить. Вот. Через F. Я убил. Вот дым. Мы убили немца через дым и в елке.